Уважаемые соотечественники, выборы президента Абхазии, прошедшие 25 августа текущего года, важное и знаменательное событие, еще один ответственный этап нашей новейшей истории в становлении нашего независимого государства, заслуживает высокой оценки то, что выборы прошли без нагнетания обстановки, в соответствии с Конституцией и действующим выборным законодательством. И в этом еще раз проявились мудрость и благоразумие нашего народа. Выражаю искреннюю признательность всему народу Абхазии, всем нашим гражданам за участие в выборах, за активность и проявленное политическое самосознание, уважение к демократическим принципам. Эти выборы продемонстрировали политическую зрелость общества, наличие плюрализма мнений, способность делать осознанный выбор. Истинно демократический характер народного волеизъявления – предмет гордости для нашего государства, для всех нас. Эти выборы уникальны и тем, что конкурирующие политические команды вели себя корректно и уважительно, не ставя под угрозу стабильность и спокойствие. Вообще известно, что становление политической системы в молодом независимом государстве – достаточно сложный процесс, которому сопутствуют значительные проблемы развития и роста. Но, несмотря на это, мы проходим этот путь уверенно, шаг за шагом. Нам следует бережно и заботливо относиться к конституционным завоеваниям, к независимости и свободе, на алтарь которой сложили головы сыны и дочери Абхазии. Мы обязаны продемонстрировать всему миру способность строить правовое, цивилизованное государство. Стержневой его основой может стать только единство народа – общность взглядов в защите общенациональных интересов и традиционных ценностей. Впереди второй тур – голосование. Общество должно выбрать путь, по которому пойдет страна в ближайшие пять лет. Уверен, что мы не должны отказываться от диалога и сотрудничества с теми, с кем вступали в непростые политические отношения на разных этапах. Ведь всех нас, несмотря на возможные разногласия, объединяет одна цель – построение свободного, самодостаточного, экономически благополучного и безопасного Абхазского государства. Призываю все политические силы к продолжению спокойной, цивилизованной, ответственной, предвыборной борьбы в отведенной до второго тура голосования срок. Не сомневаюсь в том, что выбор наших граждан будет осознанным и справедливым, продиктованным искренней заботой о судьбе нашей страны.